так сегодня вечер уже все заканчиваю ладно про печки не буду завтра если нормальная погода будет съезжу какой-нибудь парк или за город с краешку здесь и про спринтер немножко обзор сделаю так что такие дела сейчас захожу домой работал маленько в гараже и кстати если буду делать обзор я приложу фотографии которые были на дилере как он выглядел когда его покупал так что давайте до завтра так сейчас на заправке остановился еду обзор делать сын пошел деньги понес на 40 долларов заправлю поехали так по 265 на 40 долларов получается 15 галлонов 15 галлонов это умножаем на 4 примерно 60 литров кстати удобный лючок раз дверь закрывается и все бензин не сольешь так ключ в кармане заводим кнопкой все поехали выехал за город круговой обзор с сыном поехали за город уехал чтобы снять обзор автобуса так что я сделал еще раз пробегусь поставил фаркоп новый на три разных шара разный диаметр внутри внутри прикрутил вот такие рейлы полоски чтобы по ним а палеты при загрузке можно было легко двигать и крепить есть специальные ремни которые разжимаются вот здесь так что чтобы пол не драли вот этот оригинальный сделал такие слайды я взял пять штук за пять таких полосок отдал 150 долларов 4 накрутил и одну он там разрезал сейчас я покажу с этой стороны пройду вот как раз одна порезана была на четыре части здесь вот стык все зачистил чтобы не заусенец не было никаких не порезаться здесь убрал два звена и поставил расстояние оставил для кольца чтоб можно было крепить также поставил здесь бакс такой коробку под ремни здесь дэв для мотора заливать огнетушитель разные ремни в общем и мощные из послабей здесь баклажка с водой канистра на всякий случай кто знает где будешь как что с этой стороны все зашил материалом прибил такую вот планку панельку крючки чтоб можно было вешать там рюкзак куртки примеру сумку какую-то эта сторона мягкая здесь обшил такой панелью как фанера покрасил все сделал дверку такую небольшую ручку сделал как бы и ручка и крючок что-то можно повешать можно открыть открываешь можно в салон зайти если вдруг дождик или что что по улице не ходить спальник вот такой вот стенка мощная основа на фанере прикручена доска вот она на ней уже настроена стенка чтобы вдруг груз поехал или что чтобы это все упиралась здесь инструменты уже сложил купил набор ключей за 200 долларов эта коробка крафтсман вот такие ключи они как бы такой темный хром на них и американские и метрические в общем и ключей головки так вкратце покажу чтобы с собой были инструменты на всякий случай может быть масло поменять или еще что-то надо будет они есть потом приобрел джамп стартер жена подарила на рождество это заводить машину и также я от него заряжаю постоянно gopro батарейки все с той стороны и в этом баксе здесь тоже инструменты молоток напильники там всякие ключи что не входит в набор проволоку резать зачищать провода изолента немножко с электрики здесь такой борт чтобы ничего не выпало штатив для камеры там сзади запас воды одеяло чай полотенца сгущенка кое-что из продуктов здесь ножик на всякий случай эта крышка у меня открывается я могу не выходя с машины ее открыть и доступ есть туда когда будет дверь закрыта здесь я уже показывал стоит печка дизельная подключена к баку оттуда засасывает солярку и жгет ее а вот здесь выход можно вращать направлять в разные стороны куда удобно вот он здесь находится так вот выглядит спальник изнутри здесь сделал полку на полке будет потом сумка с вещами там перчатки лежат кружки такое что это потом организуется все на лоб лампочка фонарик каска также потолок и стены все обшил этим ну как карпит панк по-английски ни о чем говорил что вот это подымается крышка полностью вся подымается вся и доступ есть прямо из салона стою здесь полный рост спринтере потолки высокие вот такой вид из окна за город уехал чтобы поснимать все просто здесь это самый простой вариант без всяких экстра такой первый автобус взял без наворотов закрою сейчас двери вот такое помещение получается вполне удобно и верху вот она камера установлена она идет со всеми автобусами кстати когда сдаешь назад очень удобно но экран от камеры находится на зеркале понятное дело что здесь зеркало она не нужно так как нету сзади окон а сейчас тем более стенка и она только для камеры используется в общем то закрываем флажок прицепил когда едешь видят что русский на трак стап иногда подходят люди увидят вы с россии да окей начинается разговор самое интересное когда на военную базу заезжает человек с таким флажком необычно все это смотрится впереди поставил гриль такой вот и лампу закрепила все примерно так выглядит также поставил дефлектор этот как он называется не знаю по-русски пластик в общем этот впереди он немножко воздушный поток создает и отбивает камни чтобы не было мелких выбоин на краски кстати у меня на траке такая стоит штуковина очень помогает уже сто тысяч пробег майлов почти это сто пятьдесят тысяч километров еще на стекле ни одного нету чипа то есть но удара также сбоку были поставлены вот эти вот пластиковые пластик в общем поставил чтобы можно было окно открывать и дождь не попадал такой обзор краткий какие-то будут вопросы спрашивайте с удовольствием отвечу мотор трехлитровый дизельный хватает хватает 20 миль на один галлон это по трассе 21 примерно то есть получается 30 километров на 4 литра вот считайте сколько выходит примерно так я уже показывал бензобак сделан очень хитро дверь вот так бензобак находится за этом панель к из этой открываешь хорошее решение очень мне нравится там за сиденьем лежит жилетка она нужна здесь сиденье аэробеки встроены оно простое у сына немножко optional ну как опции лучше и здесь под ноги выдвигается такая штуковина как бы экстра немножко больше сиденья делается не электрическая механика все ну самое простое в общем здесь у меня сбоку всегда машине запас воды в обоих дверях здесь перчатки и очки когда приезжаешь привозишь что-то иногда их требует жилетку очки каску а перчатки чтобы на заправках руками не хвататься за ручки всегда здесь они лежат чтоб руки были чистые так внутри по панели что могу сказать в общем ключ у меня в кармане сейчас я нажимаю тормоз и нажимаю эту кнопку все машина завелась кстати постоянно радио включается автоматически здесь такой сенсор стоит и переключаешь информацию на щитке вот этой кнопкой и и просто раз раз вот так пальцем проводишь и она срабатывает это на многих машинах на новых так ничего тут но ничего нового не расскажу вот еще сверх листать начинаю пробег у автобуса 1828 миль мотор работал 46 часов 19 минут город и фривей то есть общий пробег за городом по трассе и в городе 19 миль . 8 на галлон то есть на 4 литра 20 миль это 30 километров на 4 литра вот такой расход средняя скорость 40 миль в час листаем дальше это новый был после заправки и reset ну в общем бензина хватит на 358 миль показывает такая краткая информация пробег 1828 миль это спидометр выставляешь чтобы не смотреть на датчики сюда вот не ловить глазами просто взгляд у тебя идет на дорогу и немножко вниз и выпускаешь глаза и хорошо видно здесь ну что могу сказать еще есть такие полки удобные сверху здесь он все у меня gopro лежат зарядки провода запчасти вот такой вот салон здесь потом оборудую маленький холодильничек что поставлю и поставлю инвертор то есть усилитель напряжения с 12 на 110 в будущем еще приобретен будет возможно генератор и кондиционер потому что часто приходится ездить летом по югам а там очень очень жарко плюс 40 и ночью там температура даже так и стоит бывает 40 35 не опускается потому что там широта такая как афганистан пакистан внизу даже зима бывает такая мягкая поэтому нужен кондиционер печка у меня установлена потому что приходится и на северах ездить а будет еще стоять кондиционер такой который от розетки 110 вольт так что вкратце рассказал какие-то будут вопросы спрашивайте с удовольствием отвечу оставляйте комментарии задавайте вопросы цвет такой у автобуса он называется blue grey то есть серо-голубой цвет мне он очень понравился он такой не марки не броски не темный и не белый белый автобус и не хотел потому что такие элементы дверей внутри они такие спокойные серый цвет такой мне почему-то он как-то ассоциируется с немцами не знаю он такой на дверях здесь сзади в общем спокойный кстати когда заводишь буквально досчитал до пяти и идет теплый воздух очень удобно печка просто здесь чудо какое-то так что такие дела ладно друзья до следующего видео поддерживайте комментариями и лайками если это возможно и не тяжело вам всем удачи друзья хорошего вам дня хороших выходных у меня пятница сегодня я уже выходной всем удачи до следующего видео всем пока с вами был вадим вот так примерно выглядит автобус еще спереди сейчас фары включил показать лампы поставили сын поставил такие ярко-ярко белые дневного света мощные чтобы лучше видно было и в дополнение потом еще эта лампа тоже яркий очень свет сейчас я не стал включать чтобы хоть поснимать видно было так примерно смотрится все теперь но я уже в принципе все доделал осталось купить только инвертор на электрику и все а еще организовать кухню маленькую горелку сковородочку и все такое прочее все поехали дальше по спальнику еще чет хочу сказать среднюю крышку которая поднимается я ее вывел немножко сюда примерно на не знаю там на и еще два-три сантиметра чтобы удобно было рукой браться а дальше панель идет она идет ровно с этим с этой коробкой здесь вентиляция чтоб движение воздуха было и вторая еще стоит вон там вверху здесь датчик стоит для печки выставляешь температуру сколько надо включаешь и печка работает это дизельная сама температуру набрала выключилась остывает включается на автоматическом режиме в общем здесь такая задвижка раз и все дверку закрыл мне она такая вариант мне этот вариант понравился то можно выбраться вот сюда в помещение назад в общем здесь поставил выключатель временный такой еще один есть у меня перчатки вот такой вот еще у него больше меньше свет ярче тусклее можно убавлять тоже на липучке где-то можно закрепить я думаю чем какую-то тянуть проводку какие-то вешать фонари это самое оптимально он там стоит 3 доллара его хватает там на полгода если вот так иногда включать смысле и все купил новый дэвид забыл про это все вот так вообще выглядит потолок это пенопласт это оригинальный почему-то от их не крыши идет сейчас когда едешь намного тише в машине просто как в хорошая легковой машине в общем я даже на пол никого в реке ничего не подстилал просто как есть оригинальное это намного тише стало вот я о чем говорил что цвет не белый чтобы такие яркие полоски были он такой серый получается салон такой в таких тонах приятных обшивка все я еще над карпит подобрал такой серый цвет серо-синий не спальник у меня там одеяло в коробке внизу в одеяло эта подушка так под голову иногда но все такие вот обзор это кстати крем для рук очень хороший такой жирный специальный так все выходим сейчас под капотом покажу открыл что там а свет а то будет гореть все свет выключил закрываем двери вот он ключ две кнопки кстати внутри очень туго выходит ключ вот этот вот железная вставка есть это вдруг оси села батарея чтобы дверь можно было открыть ключом механическим закрывается открывается и фары заказать такой режим выставили под капотом такая вот история мотор 3 литровый дизельный замена масла короче насчет мотора не буду много рассказывать все это есть на интернете ребята много делали обзоры все это уже говорено переговорено мотор дизельный 3 литра масло если менять уходит 13 литров почти масло дэв заливается здесь вот это белая вода непонятно зачем кстати ребята делают что после ста тысяч там 120 как гарантия кончается уже дилерская на него тогда берут эту систему убирает полностью и выходит больше миль по пробегу не 20 а там 23 выходит даже больше бывает и в общем этой системы нет не надо эту заливать ерунду кстати вот эта ручка здесь такая как-то на немцев не похоже кусочек проволоки ты не знаю какие-то сделали амортизаторы что ли все-таки машина такая серьезная а то эта штучка он вытаскивается здесь места много вот в этом углу здесь хочу поставить вторую батарею я уже не помню говорил об этом или нет для чего для того чтобы а когда едешь там такой есть ну продается как кит называется в общем когда едешь заряжается две батареи когда остановился и пользуешь допустим на печку для дизель дизельную печку эту используешь или ну на свет на какие-то нужды допустим то он берет батарею отсюда ту которая машинная основная он ее не трогает вот я хочу вторую поставить это где-то около 300 долларов обойдется потому что здесь такая ставится площадка специальная там места подкрепления есть этот компьютер не компьютер этот бакс не знаю что это такое он ставится к этой площадке сбоку прикручивается и в общем в этом месте стоит вторая батарея кстати батарея если прикуривать вот отжимаешь вот так вот и основная батарея стоит под ногами водителя очень неудобно статью там доставать целое дело ну такие дела в общем друзья я не специалист по обзорам что снял снял вот так вот кому что будет интересно спрашивайте еще раз говорю задавайте вопросы с удовольствием отвечу все всем удачи всем пока что на prov minute Продолжение следует...